как формировать угол в каркасном доме вы видите у меня не идет то есть первый профиль периметральный то есть я сразу отступаю шаг через 40 идут профиля здесь идет другая стена тоже здесь ничего не завязано вот в каркасном доме нельзя делать периметрального профиля то завязывать за него то есть начинать от него вот мы делаем как мы когда крутим гипсокартон сразу помечаем с той стороны делаем закладную делаем закладную для формирования вот этой стены то есть сразу смотрим где у нас уровень в данном случае вот у нас есть труба делаем по минимуму то есть вот этот уровень пробиваем и можно 60 также заложить чтобы когда мы крутили уже вот этот профиль а когда эту стену будем формировать чтобы мы попали в этот профиль таким образом получается угол у нас подвижный он не привязан к стенам потому что стены дышит например эта стена расширяется сужается соответственно угол у нас будет двигаться но ни в коем случае не будет трещины то есть это самый главный момент основная ошибка почему появляется трещина когда мы привязываем либо к этой либо к этой стене монтаж чаще всего так и происходит то есть набиваем 30 профиль зашиваем гипсокартон потом здесь уже набиваем еще профиль зашиваем то есть у нас жесткий угол ни в коем случае в каркасном доме нельзя делать такой угол то есть понятно что может быть не совсем удобно когда мы зашиваем у нас этот профиль двигается да вот но это правильно то есть когда мы притянем уже два профиля угол будет жесткий вот мы можем немного себе помочь например либо что-то туда подложить под профиль чтобы вот эта плоскость войти да если совсем неудобно где-то по центру вот определенные моменты нюансы я думаю уже можно решить или может тогда первый профиль не на 40 сделать а например ближе сюда чтобы пожестче угол был данном случае я как бы справлюсь но если вы переживаете можете там например сделать сантиметров 15 отступить вот и когда будете закладную делать у вас за счет вот этого профиля гипсокартон вы жест туда не будет прогибаться вот это будет правильно таким образом угол будет двигаться и не будет трещины на самом гипсокартоне вот по такой технологии уже собирал вот у себя мансардный этаж делал в принципе вот уже полгода прошло там не трещинки ничего не появилось но это правильно вообще в принципе все что хотел сказать какие-то вопросы пишите до новых встреч